я забыла телефон вот вернулась за ним то я же блогер мы уже вон там лай заказывает мы тут были с ребятами с этим рестораном прям целая история я знаю владельца и мы с ним не очень хорошо тогда было очень давно делал нам не заплатил день Прямо целая история была, но мы уже переехали по острове и с русскими, с чем там было, все там больше было. Вот, поэтому это заведение, вот мы, кстати, никогда не заходили, а тут, когда ребята приехали, мы вот прошли нормальный бургер и решили... И они там том-ям нахваливали, и мы решили прийти вот и в офис. Так что ждем том-ям, и еще сюда там Лайза Казах. Ну что ты имеешь в виду? Мы разговариваем о том, что Лай... Написали комментарии, что очень нравится смотреть, как Лай готовит. А Лай говорит, что я не люблю готовить, но не люблю готовить, наверное, потому что мне неудобно. А сейчас, говорит, будет кухня и будет не жарко там сзади, и буду, говорит, готовить. И вот говорит, какую еду будет готовить, сомневается в своих способностях, считает, что она не вкусно готовит. А я ей говорю, что очень вкусно. И все, кто приезжают, все говорят, что кто пробовал ее еду, что очень вкусно. А она не верит себе и говорит, что придется пикню вам всем есть. Мы готовы есть, твоя фигня очень вкусна. Говорит, ну да, Лай говорит, в стране солью насыпят и уже типа вкусно. Так что сидим, ждем еду. На улице не жарко, хорошо. На улице не жарко, хорошо. Дай не волноваться из-за бабла. Да? Да, разговаривает со своими девчонками, чтобы они ее тоже немножко спустили ей в переживание. И я помогаю тоже. Я же помогаю тебе? Или нет? Да. Что? Говорит, еды хочу. Давай, еще 4 часа я только завтракала. Чем ты там в полотном своем завтракала? А, сегодня у меня нет яйцо было точно. Я же запуталась в твоей еды. Ну я еще вот водичку пью. Там такие видосы все снимают. Может мне тоже надо? Не, мне лень. Так что сейчас как Лай, собственно, бошку свою немножко поменяет с нашей помощью, со всеми вместе. Вот, так по-любому должно прийти много-много денежек, чтобы на все хватило. Не ковыряй сильно, как в эти. У нее тоже вся физиономия в прыщах, как и у меня, не знаю от чего. А вообще в Лаосе они на светофорах останавливаются, когда те, кто на байтах сидят, они, короче, в зеркало себе прыщи давят. У них ковырятся зубочисткой в зубах, это очень, ну, как, не знаю, как палец в жопу засунуть. Я не знаю, какой пример привести, как срать на дороге, сесть, то есть в зубах ковырятся. Ну, прыщи на светофоре, давить, в носу ковырятся вообще. Лаосцам зашибись нормально заходят. Так что, насколько все разное. Мы что-то с Лай заговорились про дизайн, а нам принесли уже том-ямы и еще что-то. Овощи какие-то. Ну, попробуем том-ям. Ну, невкусно. Очень кислый суп, просто невыносимо. И курица у него очень старая. Мы уже и так выбрали не с морепродуктами, потому что с ними тут плохо. Ну, а это, ну, поели чуть-чуть. Да, ну, ребят, сказали вкусно, но попробовали. В очередной раз убедились, что разные вкусы. Решили, что в нашем ресторане будет вкуснее том-ямы и такие овощи тоже надо сделать, но только приготовить их вкуснее, чем тут. И будет еще лучше. Будет классно и будет, где можно покушать самим тоже вкусненько. А здесь? Да, как нам вкусненько. Ну, может, это тоже кому-то вкусненько. Они же работают. Людям нравится. Вон, ребятам нравится. Я ни в коем случае не топлю за то, что мое мнение единственное верное. Всех свои вкусы. Но в своем ресторане мы будем делать, как нам нравится. Да? Да. Мы вышли из кафешечки, и у нас остался по дороге 7-11 мы решили. Горячие пистолеты и фруктики нашей малышне. А вечером Лайтом звонила, нас ждет сегодня суп с ребрышками. Я люблю оттуда ребрышки. А она любит суп. Прочла недавно, что наши называют семерочкой магазин этот. Поржала. Вот они мои слойки. Сегодня понедельник, и сегодня жутко воняет в городе. Мы шли такие еще с 7-11, я слойчик купила. Вот. И такие, Лай говорит, как минимум у нас есть огромный плюс то, что у нас не воняет. У нас просто там отличнейшая природа, и нет вот этого гарбича, воня и всего остального. Вот. Так что странно-странно. Обычно тут тоже не всегда так пахнет нехорошо, но сегодня как-то прям особо нехорошо. Как они там сидят и едят, я не понимаю вообще. Мы тут пока до машины набежали уже, ну гарбичем прям таким, тухленьким. Налево-направо. Вечерами в Лаосе вот так продают еду вдоль дорог, везде. Это очень дешево. А мы пришли в китайский магазин за горячим пистолетом. Ну горячий клей или как это называется. Вот тут велосипедики с моторчиком китайские продают. У нас вообще не очень дорого стоят китайские электромобили, в отличие от обычных. на обычные супер-мупер большие цены. Небольшой Ла, может поменьше? У нас есть большой или нет? Нормально тебе? Нет, вот так. Вот этот поменьше. Ну, нет, этот поменьше. Нет, а вот еще вот такой тебе. Не надо маленький. Ты можешь два взять. If you like, you can take some. Вот так выглядят наши китайские магазины. Тут можно про этот. А что? В лук возьми прям. А буми ты? Прям... Нету, короче. Вот только четыре штучки нам нашли. Ну ладно, у нас в Авинтиане есть много. Возьмем с собой. Что там? А, да. Не, ну они не очень. Мне другие нравятся. Что это говорит? А, нету девайсов, чтобы рис рисить. Пойдем посмотрим. А, нет, Дорань. А, да. А, да. А, да. А, да. Какие-то он нам жутких денег нам выставлял за это все. Ну да ладно. Вот эти, да, приборы, Лай, девайсы. Я предлагаю, Лай, купить брату такие штуки, чтобы он там не тратил деньги и рис на других никому ничего не платил, а сам в себе, короче, сделать такую замкнутую какую-то такую экосистему у нас там в деревне. Family system. А, закрыто. Где, говорит, открывай? Где, говорит, открывай? Где, говорит, открывай? Я вам показываю вот молодежь на байках. И по встречке вот тоже едут. Ой, чуть ее дверью. Не стукнула. Все, у нас фрукты и вода. Следующие остановки. Нет. Нет? Что у нас еще? Паводермилк. А, Паводермилк. Да, мы сейчас за молочком. Спасибо. Мы хотим, что это будет. Свечмилк. Свечмилк. Решили детям полезных молочков набрать. И вкусных. А эти, говорит, не очень хорошие. Эти, говорит, вкусные, но не очень полезные. А вот эти полезные. Да, нормальная там пшеница какая-то нарисована. Возьми детям. Обычного молочка не надо? Нет. Что-то зашли за молочком, а что-то сейчас и воды, и того, и сего. В этот магазин мы что-то как-то не заходим очень за молочком только. Всегда как-то больше получается. Хорошо? А еще что меня радует, то что в Лаосе помогают все, машины носить. То есть я говорю, вода вон, видите, большая стоит. Я не люблю ее таскать. Ну, то есть я спрашиваю, вы мне погрузите ее в машину? Я ее куплю. Не погрузите, не куплю. Вот. И они говорят, конечно, погрузим. И вообще это нормально в Лаосе. И это тоже очень прикольно. То, что они тут всячески помогают. Можно вообще просто это нормально, тоже нормально. То есть на машине едут, останавливаются. И продавец подходит, и что-нибудь продает, и деньги приносит. То есть можно не выходить вообще из машины. Ну, когда что-нибудь мелкое надо. Вот. Так что удобненько. Лаосцы молодцы. Пишет, чтоб не ошибиться. Днемные. Что? Пацана позвали таскать воду. Правильно. Не люблю, когда тетки таскают. Хотя в обычной тут вообще тетки таскают. А пацаны, короче, сидят на попе ровно. А нет, тетка тоже пошла. Да. То есть зеркало. 659 тысяч получилось за фруктиками остановились не выхожу, потому что я тут чуть-чуть дорогу жопой закрыла нечаянно ну вернее чайно, специально, но у меня больше негде было прибарковаться сейчас этот уедет, я подвинусь такой, в окно все, короче кидай, чувак, в окно еще вот такие лоусы с руны ну хотя он там выкинул лед, а лед нормально, растает лай грузит вон там ой, лай, говорю чувак грузит какие-то коробки лай покупает груз говорит, купила гранатов еще детенышу чтобы не страдала там не ест, короче, ничего, какашка маленькая вот, лай купила ей гранатов ну че, слушай, один мышка один ребенку, один нам ну все, я теперь настоящий блогер, видите, я вам все рассказываю я пошла за, как это, в аптеку за такие, есть тут, продаются штучки они, короче, от желудка если вдруг, ну у нее периодически бывают там какие-то после еды нехорошо и вот сейчас она поела этого тумьяма кислого и ей, короче, не прикольно в желудке а эти штуки, они такие, ну они не противные блин, сейчас я забыла так называются сейчас принесет, покажу вот, это, короче, если вдруг у кого там газы какие-то я не знаю, там всякие неудобства в животе и так далее в Азии, не знаете, что бы сожрать там кто-то кроликов каких-то рекомендует мы их никогда не пробовали ну может быть они от чего-то другого а эти я даже в Корее покупала то есть вот эту вот штучку в себя и зашибись вот так сразу ну если там горит что-то, там сжога какая-нибудь мне кажется, они вот именно от этого у меня небольшой опыт применения но Ла и папе покупала и себе вот постоянно держит под руками потому что очень часто у нее после вот этих всех перцев ей нехорошо вот, так что покажу сейчас сейчас она придет сейчас покажу вообще, как аптеки выглядят что, не это что? ванпей не работает пришла в дела наличку аптеки наши в центре это рынок здесь сейчас брат освободится попросим его поехать машину помыть и масло поменять и посмотреть, что там у нас кряхтит вот показываю вам эти штуки да, говорят, как будто себе вкусняшки эти печеньки хоксэн хоксэн 600 тысяч за такую коробочку один пакетик 25 тысяч ну доллар один пакетик ну нормально, зато помогает зато не какашка какая-нибудь так что имейте ввиду вот маленький пакетик доллары и хорошо от изжоги от всякой штуки некомфортной в желудке все, поехали дальше я даже машину установила там прикольная черно-белая птица сидит на меня, смотрит а я на нее все ушла вот, мы едем домой очень прикольная птица я тут все все птицы да потом возьмешься у нас тут ворота лаосские ворота от коров как раз под размер машины зачем Лай взяла свой пакет не понимаю все равно потом из машины много всего доставать но ей, наверное, виднее может быть не хочет просто первую дверь открывать брата попросили помочь Лай уже убежала кошадлики наши у нас есть пару часиков на гамак а Лай сказала, что пойдет керхером крышу домывать и тишина шикарно и запах риса шикарно как пахнет рис офигенчик, короче, у нас самый настоящий офигенчик вон там так город вообще зашибись радуюсь как-то моя леренька интересна а еще в Аввентян поедем на столицу в смысле надо походу подстричься я пошла сушилку разгребать а тут, смотрите, у нас уже лестничка наша новая лестничка в небо а Лай пошла керхером там отмывать веранду вот ну все у меня гамак по расписанию блин, наушники забыла там Лай шумит своим керхером или пофигу короче Лай делает эти иголки из дерева мы купили клейный пистолет горячий и она головки эти делают нормально все хотя бы не поранятся и будем делать Лайкратонки из этого Никита хочет поюсай центр и усай лай-лай-лай якси ага Лай делает натуральные иголочки не железные а мы пойдем кушать а Никита пошел домой пока-пока Никиточек передавай привет маме или кому там кто смотрит расскажи тому привет передавай всем привет всем привет от Никиточка всем привет у Никитосика нету телефона он его утопил в озере в нашем и он вот уже три дня без телефона страдает страдаешь? да не особо не особо ну и хорошо скучновато скучновато детокс от телефона приезжай чаще жарко днем что делать днем? на лагунку приезжать чаще нет ну да едем к родителям Да, сегодня должна быть какая-то там звезда близко к Луне. Луну видим, звезды не видим. Такое у нас красивое небо. А свет не подсвечивает. На тебе, на фонарь, на, только на. Говорит, светом на меня не светишь. Сейчас упаду я с этой коны. Знаете, какой рис? Слабая, покажи. Can you open, show how many rice inside? Give me milk. Ну да, I'm hard to tell about me milk inside. Там внутри, там как молочко. То есть рис, когда вот такой молодой. Рис, когда молодой, в нём молоко. Подожди, подожди. Фокус, фокус. Milk. Вон, видите, короче. Да, и что? Это вкусненько. Пахнет. Ещё, говорит, одно моё молоко. Rice milk. Вот. Вот так. Вот так. И съела. И съела. Мошка какая-то в нём в рот залетела. Чё? Мой лотерею. Говорит, забыла купить лотерею. Ой, 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 ой. А вот там, да. Говорит, ещё хватит времени на лотерею. Я ей номер сказала. Три, один, восемь. Пять, два, семь. Не знаю, откуда у меня этот номер. Смотрите, у нас спайдер, как паук, как бы его так показать, зафигачил паутину прям в багажнике. Такие большие, которые вырастают, эти банановые. Ядовитые. Немножко. Ой, плохо видно. Ладно, завтра днём, если не забуду, покажу. Ну, короче, вот такой у нас тут паучок живёт. Лай купила лотерейку с пауком. С пауком. Видите, покупает лотерейки. Всё, говорит, выиграю 100 тысяч долларов. Там уже увидели, нас выключают. Телевизоры. Мы несём много-много молчка. Там гранатик ребёнку. Там уже увидел лотерейки. Там уже увидел лотерейку. Там уже увидели, чтобы были лотерейки. Это тоже? Поехали! Она так повзрослела, даже за полгода. У меня есть кто-то. У меня есть кто-то. У меня есть кто-то. Все хорошо, что я делаю. Он макрилен. Это макрилен. Спасибо. 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 Слушайте, говорят, спасибо. Ну, радостные дети. Алай спрашивает, кому нравится. О, счастье. Спрашивает, а что бабушке поделишься? Вот этим, говорит, поделюсь. У нас сегодня на обед суп. Это вот тарелка брата. Он очень любит суп, лайв за него. Добавляют еще сюда жареный чесночок, лучок, черный перчик и вот соус. Вкусняшка. Все любят. Да, и перцем не красный. А еще, Нарис? Спасибо. Мне купили мои любимые бананчики. Маленькие бананчики. Это мои любимые сорты. Я продолжаю кушать, а я доела. Там очень жирные кости. Эти ноги. Нет. Буду сидеть на улице. В братовой тележке. У меня тут прикольно. Прохладненько. Бананы есть. Я вам хотела показать, как малыш вечером спит, если его почуханить. Сейчас проверим. Ну что такое? Светло слишком. Комары размером с лошадь. Комары размером с лошадь. Чисто. 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 Прикольно птица спит. Короче, вот такой у нас малыш. Лай там пошла дверь открывать. А мы приехали от родителей. Сейчас будет пару часиков в гамаке. Целый день разговариваем про ресторан. Серега прислал проект. Мы, я думаю, что все утвердили. Ну, планировка. Сейчас будет уже время дизайнов. Да, Мари? Да, малюшка? Домой, домой. Что мы, маленький? Давай еще покажем, как ты спишь. Кусака, моя. Кусака, моя. Вот он любит со мной так тусить. Гладить его. Гладить надо. А теперь мы с ним все вот оставим. Много пакет. Блю пакет фром шоп. Блю пакет фром шоп. Нежной, да? Нежной, мой маленький. Пял, 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 и игрушки. Головку положил такую. Положил такую. Да, потом откуда прощи. Да, да, мой нос. Да, мой нос. Такой у меня птенец. Милый птенец. На гамак. Гамак? А, good? Лай пошла посылки распирать. Да, и сам гамак. Можно еще на три гамака пришли веревки. Вот такие удобные. Не вот эти, чтобы я узлы не вязала. Он, кстати, хорошо связала. Ого, это нормальные веревки с карабинами. Все, пойдем в домик, малыш. Теперь я тяну. Возвращаясь. Это нормальные веревки с карабинами. Режиссер. Ну, кляж. Скафантин. Режиссер.